Супер, супер. Ну, намасте, мои дорогие. Хочу вас всех поприветствовать. Сегодняшний прекрасный вечер. Как вы видите, у нас в Таиланде уже ближе к ночи, но сегодняшний стрим специально посвящен тому, чтобы мы могли разобрать, я мог вам показать небольшой, скажем так, небольшой образец, как нужно анализировать свои вопросы, запросы и насколько легко порой найти ответы на ключевые вопросы. И после этого, самое главное, это уже внедрение действий. Поэтому мы выбрали тех людей, кто оставил заявки. Четыре заявки. Всех, которые связаны достаточно близко с темой, где с бизнесом, где с душой, где с отношением, где с здоровьем. Все эти вещи, конечно, в себе раскрывает тематика духовности. Наталья, нижний угол. Нажмите на микрофон, и звук заработает. Но если вдруг какие-то другие технические нюансы, то просто пишите в чате, может ли кто-нибудь написать в чате для наших участников, что нужно просто на микрофон нажать, чтобы могли услышать, о чем мы говорим. Мы тогда сейчас плавненько начнем. И я вот тут открою первую у нас анкета. Давайте. Первая анкета у нас от человека, которого зовут Кирилл, а ник в Телеграме Пронин Кирилл. Пронин Кирилл, можешь, пожалуйста, показать? Ты сейчас тут находишься? Сделай какую-нибудь реакцию или руку подними. В своем юзере. Если у нас Ронина Кирилла нет, то тогда пойдем дальше. Значит, следующий кто у нас, это Алексей. Алексей, как раз телефонный номер, который я выкладывал. Алексей, вы тут находитесь? Вот, а вы сейчас камеру включали. Соответственно, у Алексея телефонный номер заканчивается 762. Если нужно, то напишите, и я тогда обязательно включу ваш аудио. Соответственно, я вижу, у нас несколько Алексеев. Ну, ладно. Да, кого я точно тут вижу, среди пользователей, я вижу, что у нас тут есть user no name 8. А, вот, Алексей. Да, ну давайте, я сейчас вам включу и пойдем по вашему запросу. Можете сделать так же... Сейчас отойду. Да, вы самый первый у нас, Алексей, да? Ask your note. Скажите, Алексей, можете сейчас разговаривать? Да, разговариваю. Слышно меня? Да, так точно. Как ваши дела, Алексей? Как вы себя ощущаете? Ощущаю. Вы имеете в виду эмоциональное или физическое состояние? Ну, давайте тогда, может, всем озвучим и тогда перейдем к анализу. Это я сейчас так просто спросил, как у вас день идет и как вы сейчас себя ощущаете и в каком настроении находитесь именно на сейчас? Настроение несколько приподнятое от того, что я участвую с вами в конференции, общаюсь с вами. Ну, прекрасно. Будем тогда раскачивать. Есть волнение некоторое. Да, чувствуете себя, как с другом общаетесь. Это проще всего. Я просто буду помогать вопросами, некоторые вещи подсвечивать, и потом мы сделаем небольшой анализ. Соответственно, можно я озвучу ваш запрос публично? Да, пожалуйста. Алексей написал и сделал такой вопрос. Научиться понимать, чего хочет моя душа, и через это о здоровье тела. В том числе и излечиться от ревомативного артрита. Соответственно, мне лично этот запрос понравился тем, что вы ищете ответ своей души и пытаетесь прояснить свое предназначение. Параллельно с этим вы знаете то, что через нахождение гармонии внутри себя вы, конечно же, получите и оздоровление своего тела. И сам артрит, ну, это является тематикой, которую можно проработать. По этой причине давайте пойдем шаг за шагом и попробуем это все хорошо просветить. Соответственно, поделитесь, Алексей, почему вы сформировали именно такой запрос? В чем заключается главная ценность его для вас? Один момент. Видео надо включить, нет? Если вы можете видео включить, то было бы всем приятно вас видеть. Это точно. Все. Ну, запрос сформировался то, что заболевание уже более 10 лет у меня это. И на данный момент уже состояние какое-то такое эмоциональное, психическое, что такое ощущение, то ли я чем-то не тем занимаюсь в своей жизни, то ли, может быть, неправильно как-то ощущаю, веду себя, эмоции свои. Ну, скорее всего, я сдерживаю их в себе. То есть я с замком, ты закрытый человек относительно эмоций. Ну, и плюс дело, которым я занимаюсь уже более 20 лет, оно как-то финансово не вижу я продвижения вверх. То есть я буксую на одном месте. Ну, понятно. Это у очень многих людей такие нюансы. Но хорошо, что вы пробудились и пытаетесь сейчас для себя найти ответ. Это уже очень важный шаг. Принятие своих чувств и понимание того, что это вас не удовлетворяет. Соответственно, поделитесь, почему до сих пор не получилось реализовать то, чего вы запросили. Возможно, какие-то внутренние комплексы или программы сдерживают, мешают открыться. То есть, ну, степень закрытости я тут недавно осознал, когда собирал шкаф, уронил себе на ногу лист ДВП на мизинец. Рядом никого не было, я даже звука ни одного не произнес. Палец был синий, потом кожу содрал. То есть настолько все в себе держишь. А для интереса, с правой или с левой стороны на какой ноги? Уронил на правую ногу. Просто такой, если говорить о несчастном случае, если в любой момент происходит какой-то несчастный случай, что мы себя поранили, то просто мы смотрим на ту часть тела, в которой это произошло, и себе ее объясняем. Соответственно, если мы что-то поранили с правой стороны, то это мужская энергия. С левой стороны это женская энергия. А теперь та часть тела, которую мы поранили, это метафора того, где у нас конфликт между душой и умом. К примеру, в вашем ключе это связано с ногой, ну, самим фундаментом. Когда сама нога, и это что-то связано фундаментально, правая часть это мужская, я считаю, что есть внутри вас определенный конфликт между душой и умом, где ваша душа считает по-иному, а ум говорит другое. И на протяжении уже длительного времени ум на эту тему дал свой ответ, с которым душа не соглашается. Соответственно, когда мы ногу свою обычно поранили, то это чаще всего связано с тематикой какой-то спешки, что вместо того, чтобы взять время остановиться и проанализировать, и для себя прояснить вопрос, вы спешите. И в результате все, что нужно, это как бы немножко остановиться, посмотреть, проанализировать и увидеть ответы. И это просто образец с ногами. Если у людей, например, коленки поранили, то это обычно связано с гибкостью. Человек в чем-то не гибок или наоборот сильно прогибается. Когда у нас руки мы там поранили, то руки – это контроль, держать что-то. Когда плечи, то, соответственно, это на себя брать. Голова – сама метафора, понятно. Так что это просто небольшой такой комментарий в сторону, что даже если у вас происходят такие маленькие моменты в своей жизни, что вы себя случайно где-то ударили, всегда обращайте внимание на это и давайте себе понять, ну как бы объяснять, чтобы вы поняли, что вы душой себе посылаете. Потому что если мы игнорируем такие послания, то следующие наказания или несчастные случаи, они усиливаются, пока сознание не поймет, что душа пытается донести. Но мы тогда продолжим. Соответственно, вы чувствуете то, что мы определенные, скажем так, то, что вы зажимаете внутри, что это связано с определенными установками, что это может быть связано с определенными травмами, и это мешает вам в конечном итоге достичь той цели в открытии своего там потенциала, счастья и извлечения. Я правильно понимаю? Ну да. Если говорить практично, то по этому запросу, что сейчас реально мешает начать реализовывать его до конца? вот взять сейчас и начать этим заниматься? Чего не хватает? Наверное, знания, как отреализовать техники, что делать надо? Хорошо. Значит, ясное понимание того, что не хватает определенных знаний, чтобы совершать четкие действия, которые бы привели к получению этой цели. Да. Хорошо. Это уже очень ценно. Если вот так вот проанализировать, как вы себя будете ощущать, когда вы реализуете свой запрос? Что вы будете делать? Так, ну, это будет, я считаю, спокойствие какое-то душевное, радость от творчества, полагаю. Ну, пока все, пожалуй. Ага. Значит, радость, удовольствие, ну и в конце вы поделились своей улыбкой. Что будете улыбаться чаще? Будете радоваться жизни? Ну, да, этого во мне не хватает на данный момент. Ну, великолепно. То, что вы понимаете, чего не хватает. Потому что само понимание того, что не хватает, это уже проявление ответственности к своей жизни. Что очень многие люди себе врут и даже не понимают, что, ну, скажем, у них все вокруг может сгореть, они внутри могут себя постоянно оборонить, ходить без энергии, а при этом не признают, что им нужно что-то поменять. Значит, вы, Алексей, вы уже находитесь, уже полпути прошли с тем, что вы знаете, что вам нужно, и вы за счет того, что вы знаете, что вам нужно, мухомор, ну, и я готов вам помочь. Потому что в первую очередь приятнее всего помогать людям, которые сами готовы себе помочь и о себе уже позаботиться. Соответственно, любые трансформации, достижения цели, они всегда очень тесно связаны с нашим уровнем энергии. Соответственно, один из самых простых примеров, каким образом можно позаботиться о себе, чтобы увидеть, ну, скажем так, выйти, вытолкнуть себя на новый уровень сознания, это элементарно начать фокусироваться на себе и заботиться уважительно о своей энергии. Вот вы, Алексей, вы заботитесь о своей энергии, или вы делитесь со всеми людьми на своем пути? Ну, я не совсем понимаю, как это заботиться о своей энергии, но я стараюсь питаться, высыпаться, а вот далее. Ну, по жизни стараюсь всем помогать. О, вот это вот такая классика. Мне кажется, на эту уловку очень многие из нас попадают, что в детстве нас так воспитывают, сейчас нужно всем помогать, быть, ну, как бы, поддержкой, особенно мужчин так воспитывают, что вот всем нужно там о семье позаботиться, о родителях позаботиться, о бизнесе, о государстве, о всех прохожих позаботиться. Только самое смешное, что ни одному мужику в советское время не говори «Позаботься о себе». «Люби себя». «Будь собой». «Думай о себе». «Ставь свои интересы, превыше остальных». «Будь честным». В первую очередь «Собой». И вроде такие простые слова, а вот как их не хватало в детстве? И вот чтобы сейчас этот комок распутать, где же у нас, скажем, те философские концепты, которые от нас забирают энергии, те, которые нам помогают, вот это мы можем немножко разобрать. и здесь нам нужно понять, что душа и вообще энергия нашего аватара, она больше всего содержится в трех телах. У нас есть физическое тело, вот когда мизинец ударили, вот сложно не ощущать свое физическое тело, да? А второе тело – это эмоциональное тело. Вот когда нахлынувает депрессия, тяжелые мысли, печаль, то тогда мы даже особо физическое тело не чувствуем же, правда? Когда у нас тяжелые эмоции, переживания, мы просто находимся в той эмоции, которой переживаем. И это показывает, что наше сознание может быть или пребывать в физическом теле, или в эмоциональном теле, это где эмоции, или в ментальном теле. Вот ментальное тело – это то, чем мы сейчас общаемся. Ментальное тело – это мысли, это логика, это слова, это воображение. И что наша душа играется через физическое, эмоциональное, ментальное тело. Вот три сосуда, раз, два, три, где наша энергия хранится, и где наша энергия может теряться. Соответственно, с физическим телом это может как происходить, как потеря энергии. человек питается неправильно, не занимается физической активностью для себя, не пьет воду по утрам, не делает контрастный душ. Иными словами, физическая забота о нашем теле, она является ключевой. Если мы ее не выполняем, то мы теряем большое количество энергии, особенно как мужчины. Но мужчина, который позанимался утром спортом, мужчина, который не позанимался спортом, количество энергии отличается в 30-40%. Просто от того, что тестостерон, он будет активизировать наше тело больше, давать больше энергии. Так что, вот это физическое тело, эмоциональное тело. Соответственно, нас воспитали очень часто заботиться о всех вокруг, о своих интересах особо даже не думать. Быть таким неким удобным для всех, но не для себя. Отдавать все вокруг всем, но думать то, что себе что-то подарить, а себе позаботиться, а себе выходной устроить, просто себе время посвятить и ничего не делать. Что это якобы является преступлением. И по этой причине крайне важно понимать, что эмоциональное тело, особенно у мужчин, очень сильно напряжено. Это напряжение начинается с детства, переходит в школу и так далее. И что если мы сами не научимся заботиться о нашем эмоциональном теле, то очень тяжело себя вывести на новый уровень. Что такое забота о своем эмоциональном теле? Это могут быть проявления, как медитации, это может быть, как внутренняя поддержка. Думаю, не секрет, что когда дома сидишь, к примеру, и начинаешь критиковать себя, то эта критика, она уничтожает нашу же энергию от нас самих. Вот каждый раз, когда будь мужчина или женщина себя начинает критиковать или обесценивать свой опыт, то, что за день сделали, мы сразу же себя уничтожаем. Если мы себя окружаем людьми, которые находятся в болоте, постоянно жалуются и обсуждают тематику политики, войны, разных тем, которые не связаны с душой, это тоже эмоциональное высасывание энергии. И любой негатив, который особенно не связан с нами, он забирает у нас энергию. Поэтому крайне важно отследить в своей жизни всех тех людей, все те события, которые забирают энергию от вас и позаботиться о ней в целостности. Ну и ментальное тело, это, конечно же, является аспект логики и ясности. Если мы хотим, чтобы у нас был подъем и вдохновение, то крайне важно, Алексей, увидеть ту реальность, в которой вы хотите жить по максимуму. Нужно, чтобы на уровне ума было понимание, а куда я иду, где я хочу оказаться. И что я когда представляю это, у меня внутри бы был подъем, у меня внутри бы появилось бы вдохновение. Потому что если мы сами для себя не выбираем, где мы хотим быть, то тогда непременно система нам скажет, где мы должны оказаться. Поэтому очень важно взять и посмотреть на свое физическое, эмоциональное, ментальное тело, посмотреть по этим направлениям, где я получаю энергию вдохновения, а где я ее теряю. Иными словами, кто мне дает силу, а кто ее у меня забирает. Что вы знаете, есть люди, есть проекты, события, там дела, которые вас наполняют, а есть те, которые опускают. И просто научиться расставлять приоритеты. То, что вам важно, и то, что не важно. И начать быть в первую очередь преданным самому себе. Потому что если вы, как мужчина, не позаботитесь о себе и своем счастье, то никто вокруг вас не будет счастливым. Вот такой интересный факт. Наша ответственность как мужчин, в первую очередь, это позаботиться о себе. Если мы сами о себе не можем позаботиться, и если мы не можем быть счастливыми в своей собственной компании, то всем нашим близким становится тяжело. И даже если мы там приносим финансы и так далее, это все равно не удовлетворяет уровень, ну, грубо скажем, запроса близких людей. Поэтому это очень важно, чтобы каждый мужчина научился быть счастливым. а за нашим счастьем кто отвечает? Мы сами. Да. Именно. Если мы отвечаем за наше собственное счастье, то все становится легко и просто. Как только вы теряете свое счастье, как только вы теряете себя, вы сразу же фокусируетесь на ком? На окружающем, наверное, да. Если все вопросы находятся в вас, если вся сила находится в вас, если все люди отображают только ваше состояние, о ком нужно позаботиться в первую очередь? Ну, это о себе, да. Вот. Вот, Алексей, сделайте себе эту мантру. Вообще, выпишите, что чтобы трансформировать мир вокруг себя, нужно помочь себе. Если вам плохо, фокусируйтесь на себе. Если у вас не хватает энергии, думайте о себе. Думайте о своих личных вопросах, проблемах, решениях. Фокусируйте свое сознание на себя. И тем самым вы начнете свою энергию, своего собственного сознания, вы ее перестанете отдавать во внешний мир, а вы ее закольцуете на себе. Понимаете? Вот у вас каждый день есть 24 часа в сутки. За эти 24 часа вы много думаете о всем и о всех вокруг. А сколько вы думаете о своей душе? Сколько вы фокусируете своей энергии на себя? нет такого скажу честно. Ну вот и ответ Алексей. Вы свою энергию раздаете всем вокруг, но вы не заботитесь о том единственном, кто заботится о всех этих людях. Логика ясна? Видите? Да, логика ясна. И еще порядка недели наверное сейчас микродозирую с мухомором. Никак не могу собраться вести дневник. Дам простой совет. Это так поступают японцы, когда они внедряют неприятные привычки, которые важны для их жизни, но ум их так всячески отталкивает. Они это называют правилом одной минуты, что сегодня вы берете и записываете свой дневник ровно одну минуту. не больше не меньше ровно одну минуту. Сможете это сделать, Алексей? Да. Ну все, даете нам коллективное обещание, что сегодня хоть одну минуту попишите дневник? Да, обещаю, сделаю. Все, соответственно, а завтра вам будет очень легко сделать это на две минуты. Завтра две минуты дневник писать. Возможно, если сегодня одну минуту попишите? Возможно, но хотелось бы еще как-то где-то какую-то информацию рассказать, как вести дневник. Хорошо, я так вкратце поделюсь, но логику запомните, сегодня одну минуту, завтра две минуты, послезавтра три минуты. Все, и просто три минуты в голове держите, и за это время быстренько себе делать пометки. Как вести дневник? Моя рекомендация, есть два способа, писать от руки или записывать дигитально. Я сам дигитально использую, просто потому, что это быстрее. Я в три-четыре раза быстрее напечатаю дигитально, нежели я там от руки напишу. И плюс добавок к этой информации сохранится в облаке, выберите такую программу, у которой есть облачное хранение. Вот я использую Evernote. Бесплатно скачиваете, пишете, и на ваш email сохраняется эта информация. Соответственно, как я пишу свой дневник? Я обычно пишу дата, я пишу локация, где я нахожусь, время, и потом начинаю свой день описывать. Что я описываю в дне? У нас в течение дня есть три основных события временных утра, день, вечер. Что нужно записать? Нужно записать две основные вещи, свои чувства и события. Опять повторю, чувства и события. Все. Нужно заметить, как вы себя чувствуете, когда вы проснулись. Нужно обратить внимание, как вы себя чувствуете днем, и нужно заметить, как вы чувствуете себя вечером. Именно чувствуете. Не эмоции, а ощущения внутренние. Потому что ваши внутренние ощущения это голос вашей души. и нужно понимать, что душа испытывает. Соответственно, фиксируем на чувствах. Если по-простому, я иногда делаю так, что я себе ставлю плюс хорошее настроение, точка, нейтральное настроение, минус плохое настроение. и просто себе утром, день, вечером быстренько отметил, тык-тык-тык. А потом события, какие у меня утром, днем и вечером были события. И когда я это делаю, я уже сам автоматически анализирую. И после того, как я записал это, я пишу свой вывод. Ну, или пару выводов. Какой вывод я сделал сегодня? Вот именно сегодня. Какой вывод я могу сделать от сегодняшнего дня для себя. И вывод это является одним из ключевых, который помогает нам в жизни продвинуться. Потому что если мы сделаем вывод, то на следующий день жизнь меняется. Жизнь не меняется у тех, кто не делает выводов. Поэтому по факту дневник это то, что вам помогает в своем собственном сознании делать выводы, чтобы все продвигалось дальше. Соответственно, ясно? Записываем чувства, записываем события, вывод. А в конце я настоятельно рекомендую писать вопрос. Следующий вопрос, который поможет сделать следующий шаг. Вопрос мухомору. Как бы мы делаем общий запрос мухомор, исцели меня, помоги мне исцелиться от артрита, помоги мне осознать себя, понять себя. И в конечном итоге через это приходит раскрытие. Но нужно запрашивать. Запросы есть, все получается. Нету запросов, ничего не происходит. Поэтому после вывода напишите вопрос, который хотите для себя узнать. Просто задайте его. И ваш вопрос поможет на следующий день определить, как у вас день пойдет. И чтобы день вам точно дал тот ответ, который поможет сделать свой следующий шаг. Замечательно. От души, Алексей. И если хотите напоследок, ну это конечно шаг в сторону, но хотите узнать, что скрывается за артритом, какие это эмоциональные и ментальные блокировки? Ну частично я слышал, что это самообесценивание идет. Если по психосоматике. Вот. Очень хорошо. Я вот сейчас даже не поленюсь и вам найду из своих записей про артрит. И на эту тему у нас же есть одновременно современная психосоматика, но по факту у нас есть еще древние знания, которые разбирают эти темы. Сейчас. У меня в частности артрит локализуется кисти рук. Кисти рук. Ага. Ну вот. Смотрите. Я сейчас зачитаю. Но руки, как вы сейчас уже поняли, это связано в том числе с контролем. рассказываю, что такое у нас артрит. Физическое, вы знаете, как это проявляется, что это заболевание суставов, имеющие воспалительный характер и сопровождающиеся всеми характерными признаками воспаления. В общем, что это у нас на эмоциональной блокировке? В медицине различают несколько видов артрита. Серьезность этого заболевания говорит о серьезности эмоциональной, ментальной и духовной блокировок. Как правило, артрит возникает у человека, который слишком строг к себе, не дает себе остановиться или расслабиться. То, что мизинец ударили, то, что нога, все то же самое. Не умеет выразить свои желания и потребности. Все в себе храните. Он считает, что другие знают его достаточно хорошо для того, чтобы предложить ему все, в чем он может нуждаться. Когда окружающие не оправдывают его ожидания, он переживает разочарование, горечь и обиду. У него также может возникнуть желание отомстить, хотя они чувствуют себя бессильными что-либо сделать. Это вызывает у него гнев, который он раскрывает глубоко внутри. У такого человека очень хорошо развит внутренний критик. Место, где возникает артрит, указывает на сферу жизни, в которой следует искать источник всех проблем. Так, если артрит поражает суставы рук, человек должен пересмотреть свои отношения к тому, что он делает руками. Если ему нужна помощь, он должен ее попросить, а не ждать, пока другие прочитают его мысли или угадают, что он нуждается в помощи. Люди, страдающие от артрита, обычно кажутся очень покорными и тихими, но в действительности они подавляют себе гнев, который им очень хочется проявить. Эмоции парализуют точно так же, как артрит. Больной артритом должен перестать накапливать в себе эти парализующие эмоции. Так что, вот такая у нас эмоциональная блокировка. Насколько откликается, Алексей? Да, во многом сходится все, совпадает. Представляете, это уже больше 5000 лет назад написали. Представляете, больше 5000 лет назад провели все исследования и очень четко предыдущая цивилизация разложила, как это устроено. Сейчас расскажу, что за ментальная блокировка, чтобы для вас до конца стало еще ясно на уровне ума. Если ты страдаешь от артрита, подумай о том, почему тебе так трудно проявить свои потребности и желания. Возможно, тебе кажется, что если ты будешь удовлетворять свои желания, то не сможешь вовремя остановиться и превратишься в эгоиста. Поверь, это и ты увидишь, что был неправ. Кроме того, поверь, свое определение слова эгоист, позволь себе сказать нет, когда не хочешь что-то делать. Но если уж ты решил чем-то заняться, делай это с удовольствием и не критикуй себя. Если ты не даешь себе передышки, потому что хочешь добиться признаний, осознай это и пойми, что ты делаешь это для себя, а не потому, что кто-то тебя заставляет. Дай себе право искать признания окружающих, помогая им, работая на их благо. Если ты будешь работать с радостью и удовольствием, а не под давлением внутренней критики, жизнь покажет тебе более приятной, и ты станешь проявлять большую гибкость энергичность. Откликнулось? Да. Ну, Алексей, как сейчас внутреннее состояние поменялось, появилась энергия внутренняя свежая? Ну, увидел направление, куда двигаться, к чему стремиться, и инструменты есть. Ну, это великолепно. Я очень рад видеть. В ваших глазах опять начинает свет сверкаться, а улыбка все больше проявляется. Храните ее, оберегайте ее, оберегайте себя, и берегите себя так, как вы бережете остальное. И помните, что именно с заботы и любви к себе все начинается. Сфокусируйтесь на себе, ведите дневник, обращайте внимание на себя и делайте то, что вы хотите. И все тогда сложится самым волшебным и прекрасным образом. Энергия начнет копиться, и эта энергия вас выведет на новый уровень восприятия, а тем самым на новый уровень выводов и новый уровень исцеления. Потому что как только вы выводы сделаете, как только внутри энергия появится, как только вы станете счастливым, и артрит. Волшебный исчезник. Отлично. Благодарю. Да, от души. От души, Алексей. Такое ощущение, что руки стали меньше болеть даже в данный момент. Ну, очень приятно это слышать. Очень приятно. Так что фокусируйтесь на себе. Главная вещь вы теперь знаете, и пусть все в вашей жизни будет благостно. Знайте то, что самый главный человек, кому вы должны проявлять свою любовь, это к себе. К себе, да. Запомните это. Спасибо. Да. Благости. Хорошо. Идем дальше? Тогда будем на связи и будем смотреть, как динамика будет развиваться. Если что, пишите, Алексей. А так, вот в понедельник я проведу стрим, где будет много чего интересного. Я уверен, там тоже найдете для себя каких-то подсказок и инструментов, которые сможете использовать для своего совершенства. Отлично. супер. Так, дорогие, я тогда к следующему человеку перехожу. Благодарю вас. И сейчас я открою чат. оп. Соответственно, у нас следующий человек, это вот как раз юзернейм 08. Вы сейчас тут находитесь? Если можете, поднимите руку, чтобы можно было сразу увидеть. Соответственно, там я вижу тоже зовут человека Алексей. Ага, во. Александр Корсеев. Мне кажется, это убытно. Да, приветствую. Рад видеть. так. Супер, супер. Тогда я зачитаю твой запрос вслух. Да. Я слышно? Да, слышно, слышно. Да, все супер. Так, запрос такой, просыпаться рано утром наполненным энергией и вдохновением, быть честным с собой и окружающим. Но вот этот запрос просыпаться утром с энергией, давайте устроим даже такой опрос. Все, кто у нас сейчас онлайн, поднимите руку, кто в своей жизни хотел бы просыпаться с улыбкой на лице. Кто хочет ложиться спать с мыслью, что завтра нужно побыстрее проснуться, потому что завтра такой офигенный день, столько всего, что вообще нету времени спать и не хочется спать. Просто хочется побыстрее началось утро, чтобы побыстрее начать свои приключения. Да, вижу, ты не один такой, кто так хочет. Прекрасно. Ну, поделись, пожалуйста, что тебе мешает сейчас в жизни вот так просыпаться и иметь то, что ты запросил. Меня хорошо слышно? Да. Мешает, но я слишком поздно ложись спать. Будто много интересного всего вечером и в итоге ложишься поздно, просыпаешься тоже поздно. Мне кажется, это мешает в первую очередь. что тебе мешает раньше спать ложиться, если ты знаешь, что ты утром хочешь кайфануть? Наверное, вот это в моменте то, что хочется кайфануть вечером, грубо говоря, да, то, что там какие-то интересные дела, встречи и так далее. И иногда это в ущерб получается себе идет, потому что на утро уже не хватает сил, то есть если ты не высыпаешься, соответственно, лучше выспаться в общем. И это может быть 10 часов или 9 часов. Достаточно поздно, короче. Получается, мне мешает, что я выбираю именно в моменте сейчас, допустим, вечером провести как-то время и забиваю на свой на самом деле важный запрос и желание просыпаться утром, потому что когда я так делаю все-таки, я чувствую гораздо больше наполненность энергии и гораздо интереснее, приятнее день из-за цели. Ну, ты прям красиво все сам разложил, но давай тогда так, чтобы еще более ясно понять, когда ты ложишься спать, ну, соответственно, тебе тяжело сразу уснуть или что тебе мешает пораньше заснуть намеченного времени. Ну, да. И сложно заснуть и, ну, как я уже сказал, появляются какие-то интересные встречи, дела, я их сам себе придумываю. И отдаю им приоритет вечером, а потом с утра такой просыпаюсь в 10 часов, блин, опять поздно стал, уже какие-то дела делать и все, короче. Немножко себя поругал с утра, ну, ладно, ну, как-то так примерно. А, скажи, ты для себя пробовал поставить четкий график, когда ты идешь спать? Нет, я так не пробовал. Да, ты еще никогда не пробовал себе делать график, когда ты идешь спать, чтобы весь мир и все люди подстраивались под тебя, а не ты под ним? Нет, я так не делал. Ух! А что это ты так скромно не используешь свою элементарную силу выбора? Теперь ты меня спросил, я сам удивляюсь, ну, как бы, как будто находятся какие-то внешние обстоятельства, которые мешают, что ли, типа мешают мне это. Ну, вот, когда ты об этом сказал, я подумал, что, в принципе, да, наверное, если бы я больше приложил усилий и организовал себе, да, такое, вот, именно, конкретное, там, я сплю, допустим, сегодня в 11 часов ложится спать, то, возможно, это бы сработало. Ну, прекрасно. Представь себе, что, как твои друзья отреагируют, если ты им будешь говорить, что ты ложишься спать в 12 часов, и все. Я думаю, нормально отреагируют. Да, я бы, отлично, тоже отреагировал и нормально, и такой подумал, вот красава, вот заботится о тебе уже. Ну, да, умеет приоритеты расставлять, умеет все любовь проявлять. ну, да. Ну, и, может, напоследок просто скажу, что одна из вещей, которая очень сильно нам в нынешнее современное время мешает заснуть легко, это что вот мы сейчас с вами все используем наши телефоны и компьютеры, чтобы взаимодействовать. Просто знайте, первое, когда свет падает на наши глаза, особенно с экрана, это активизирует в нашей голове такой феномен, что у нас мозг думает, что сейчас солнце светит, и он освобождает определенные химические элементы, которые создают пробуждение тела. По этой причине ночью так важно, чтобы спать в темноте, чтобы свет не воздействовал на глаза, а глаза не вырабатывали элементы, которые пробуждали бы организм. Это первое. А второе, это просто нужно знать, что если мы используем наш мозг и если мы смотрим в экран свет или играем в игру, или смотрим какой-то сериал или фильм или ролик, в котором есть интеллектуальная нагрузка, то наш мозг, он как мотор, он разогрелся, и вот когда он разогрелся, ему нужно спокойно остановиться, и на это требуется время. Поэтому, как только мы телефон использовали, желательно знать, что мозгу потребуется полчаса, а то обычно час, чтобы просто успокоиться. Поэтому, если перед сном есть у нас, например, мы знаем, ловимся спать в 12 или там в час или в 11, то лучше уже за час то сна исключить просмотр каких-то фильмов про разговоры там по видео и то, что может активизировать мозг на активность. И все. Весь секрет. жизнь просто. Да, в жизни все просто. Жизнь это простая и прекрасная штука. Если еще не простая, ну вот будем упрощать до того, чтобы все получилось легко. ну, прекрасно. Вот в моменте, как раз думал, сейчас свяжемся, хотел тебе выразить благодарность, что ты вообще такие стримы делаешь. Просто доносишь людям такие полезные вещи. спасибо тебе. Ну, благодарю. Если вам такие стримы нравятся, то, конечно, будем их проводить чаще. Сейчас просто, так как в понедельник будет вебинар, мне захотелось, чтобы побольше всех нас собралось и подумал, что реально вещь, ну, опыта работы так много и вопросы, которые вы задаете, они достаточно такие очевидные и я с радостью передам те знания, которые бы помогли по-быстрому и по-легкому достичь тех результатов, которые вы хотите. Не позволяйте вашему уму вас обманывать, что жизнь сложная штука. Жизнь сложная штука вот тут вот. На практике она очень проста. И чтобы эту ясность и простоту достать, иногда все, что нужно, это уметь сформулировать, чего вы хотите. Если вы можете уже сформулировать, чего вы хотите узнать, жизнь уже на 50% готова вам помочь. Так что благодарю от души и очень приятно для твоей слова поддержки. Благодарю, Саш. Так, я пойду тогда на следующий. И вот кстати, было продолжение запроса. А, сейчас, секундку, я назад прокручу. А вот, и быть честным с собой с окружающим миром. да, я скажу, что быть честным с собой это очень глубокая тема. Но насколько ты честен с собой, насколько ты общаешься с собой? Ну, я думаю, даже этот момент, то есть с ранним подъемом это тоже идет от честности к себе или там не совсем честности. Возможно, оттуда тоже стараюсь быть максимально честным. Но какие-то моменты я понимаю, что я не замечаю как бы, да, что сделал на самом деле не так, как хотел, а допустим, сделал так, чтобы кто-то другой хотел, возможно, потому что подумал, что так будет правильно, уместно, корректно и куча других причин. Замечаете, как мы все родились в разных уголках Советского Союза и России, мы с разных мест, но программы внутри нашей головы, насколько они схожи, правда? Опять-таки думать о всех вокруг, но забывать о ком? О себе. Соответственно, где самые главные ответы, где твоя сила, благодаря которой ты можешь все сгармонизировать? Внутри. Когда у тебя есть ясность с собой, чего ты хочешь, то ты сможешь потом настолько же просто и ясно сказать другим, чего ты хочешь? Сто процентов. Соответственно, ты можешь людям говорить, чего ты хочешь? Могу, да, конечно, могу, но в жизни так получается, что страшно, что ли, бывает. Страшно перед собой? Страшно говорить, что ты хочешь? Да, может быть, страшно, что тебя не поймут, страшно, что не поймут, неправильно поймут и так далее. вот это все. А скажи мне, что страшнее, что другие не поймут или что себя продаж? Ну, второй вариант страшнее, конечно. Точно? Думаю, выбор очевиден, конечно. Ну, если выбор очевиден, ты теперь готов близким и окружающим людям говорить искренне и честно, чего ты хочешь? Я буду делать, я буду стараться так делать. Ну, как интересно. Как будто не до конца, да, так пообещал. Да, да. Вот скажи, что тебе мешает быть собой? Ну, на самом деле ничего не мешает, я понимаю, ничего не мешает, здесь я понимаю. С другой стороны, что-то все-таки мешает, раз я задаюсь таким вопросом, что-то происходит. Как бы это делать? Ну, это ты уже должен сам себе ответить, зачем ты врешь другим людям и не говоришь честно, что ты чувствуешь. Хороший вопрос. вот думай о нем и найдешь всю свою силу. Ну, давай попробуем небольшие такое подведение итогов. Скажи, пожалуйста, что для тебя было сейчас самым ценным за наш диалог, что ты для себя вынес? Ну, то, что вообще, в принципе, свои границы, даже по времени выставлять это нормально, естественно, и в этом нет ничего такого осудительного, да? то есть я могу раньше ложиться спать, в принципе, откладывать какие-то дела и так далее. То есть если для меня это важно, то это стоит делать, но это для меня важно. Вот это вынес. Ну, и по поводу честности с собой понятно, что нужно просто быть честным с собой. Сейчас мне сложно сформулировать ну, очень хорошо, ты уже сейчас прям классно уже подчеркнул. Я, с радостью просто скажу, что когда ты научился быть честным с собой, с кем ты должен теперь научиться быть честным? С окружающими людьми. Да. С близкими. Да. Каждый раз, когда ты замалкиваешь, ты открываешь дверь и возможность манипуляции, низкоммуникации и додумыванию со стороны тех людей, что тебя окружают. Оттого, что человек не сказал четко, чего он хочет и как он хочет, все остальные люди придумали свой вариант, чего человек хочет и как нужно действовать. Так просто. А если человек может открыто сказать, чего он хочет, то все под это подстраиваются или говорят, не, нам это не подходит. Но в 95% случаев все всегда подстраиваются под того человека, который не боится озвучить, чего он хочет и как он этого хочет. все. Спасибо, Вадим. Да, от души. От души. Хорошо. Благодарю, что поделился что ценным для тебя и сейчас тогда сейчас разберем еще одного человека. Благодарю тебя. Сейчас у нас есть еще Аола Галери. Оля, скажи, ты сейчас тут находишься? Вижу Олену руку. если можешь включи тогда видео и я тебе включу звук. Сейчас Оля включим звук. Попробуй Оль включить и поговорить с нами. Да, я думаю. Слышно меня? Да, слышно. Здравствуй. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, благодарю тебя, что оставила анкету и поделилась своим вопросом. Я могу его зачитать вслух для всех? Да, конечно, конечно. Соответственно, у Оли такой запрос. Внутренняя гармония тела с душой победить выгорание, усталость, лень, понять свое предназначение. Поделись, пожалуйста, в двух словах о своем запросе. Ты сейчас находишься в эмоциональном выгорании энергетическом. Что случилось? Почему ты сейчас не в ресурсе? отменяешься? Да. Я не могу сказать, что в эмоциональном выгорании наверное нет. Больше скорее в каком-то физическом или в общем. Это не то, чтобы выгорание. У меня какая-то такая общая тревожность и апатия по отношению со всему я нахожусь в декрете, если так в общем описать ситуацию, в которой я в декрете со старым ребенком. У меня в принципе все хорошо, у меня нет никаких проблем, у меня все прекрасно. И если так смотреть по сравнению вообще это происходит в мире, но у меня есть какое-то такое внутреннее состояние, что я не знаю, чего я вообще хочу дальше в жизни. У меня есть дети, у меня есть семья, у меня была работа, точнее она у меня есть, я в декрете, но я точно знаю, что я не хочу больше работать там, где я работала, и я не понимаю, от чего я хочу. То есть у меня нет такого, что вот я хочу, я могла бы сесть дома, сидеть и быть домохозяйкой, мамой, но нет, мне тоже этого не достаточно, и у меня такое вот какое-то состояние, что я не знаю, чего хочу, и от этого я еще больше себя как бы загоняю и могу полноценно наслаждаться материнством, полноценно наслаждаться делами текущими, которые у меня есть, хобби, которые у меня есть, то есть все как-то отходит на второй план и какая-то такая прокрастинация во всем, из-за чего вот сложно мне понять. Ну, картина очень ясная и яркая, мне кажется, и из-за этого у меня такое физическое состояние, что я утром просыпаюсь и у меня уже такая апатия, то есть мне сложно, вот как предыдущий докладчик, мне прям очень это знакомо, я вечером прям бодрствую, дети ложатся спать, я счастлива, я могу там что-то делать для себя, пытаюсь там какие-то хобби, дела, что-то как-то развиваться, что-то, но утром я не могу себя поднять, потом полдня я разбитая и вот энергии прям очень плохо, она прямо куда-то уходится, если раньше такое было, но мало, то сейчас этого очень много, то есть ее практически нет энергии, прям запущенное состояние. Ну, а скажи тогда, Оль, что бы ты могла сделать, чтобы это поменялось? Ну, например, вот из прошлого ответа, к твоему прошлому докладчику, уже понятно, что надо, наверное, раньше ложиться спать, первое, с чего надо начать, видимо, но я, как и прошлый докладчик, тоже не пробовала, потому что слишком много соблазна вечером, и как-то все время думаешь, что надо попробовать, но как-то не получается. Ну, это, наверное, в начале, а что дальше, ну, я вот, еще плохо то, что у меня такая, видимо, из-за этой тревожности, может, я как-то заедаю, я много ем сладкого, и уже вот некоторое время, там, вот, месяц, я как-то поставила себе цель уйти от него, и вот пока у меня это вроде как начало получаться, вот только-только, ну, тоже я к этому иду, то есть это такая физическая сторона вопроса, а вот ментальная, может быть, как-то, или эмоциональная сторона вопроса, как-то непонятно от Тибицы. Угу. Ну, очень классно то, что на физическом уровне ты уже понимаешь, что делать, это для тебя и вообще для всех людей, чтобы вы знали, что когда у нас есть желание кушать больше, это является компенсаторика. Компенсаторика с точки зрения, что мы создаем компенсацию потребности души, например, душе нужна любовь, забота, приключения, развитие, реализация, но так как она этого не получает, она это пытается компенсировать посредством других вещей, и эта компенсаторика может быть разной. Чаще всего, когда еда, и если у нас начинает появляться излишний вес, то это чаще всего означает, что мы подавляем себе большое количество чувств и эмоций, что у нас внутри что-то копится, и вместо того, чтобы этим поделиться и реализовать, мы это в себе сохраняем, и в результате мы это заедаем. И поэтому, если вы встречаете людей, у которых излишний вес, то просто знайте, что это обычно люди, которые, к сожалению, очень много в себе чего-то подавляют и не позволяют себе открыто говорить о том, что у них внутри. А когда человек не говорит открыто о том, что у него внутри, мир вокруг него не меняется. Мир может поменяться только тогда, когда мы начинаем говорить, чего мы хотим. Как наши родные и близкие могут понять, что у нас внутри происходит? Ну вот, если женщины еще хорошо читают чувства и иногда мимику, то я скажу, что мы, мужчины, крайне в этом плохи. И для нас очень благословение сверху, когда наши любимые нам открыто говорят, что им нужно, чего они хотят, что у них внутри происходит. По этой причине точно могу подсветить тему, что будьте открыты, особенно с вашими близкими, и обсуждайте открыто с ними те темы, которые для вас важны. Потому что уже, когда мы обсуждаем, очень часто мы сами уже ответы даем. и вот сейчас по физическому телу, например, определенные ответы дали. Давай теперь попробуем проанализировать с точки зрения эмоционального тела и ментального тела. Как бы ты могла позаботиться о своем эмоциональном теле? Как бы ты могла себя наполнить больше заботы и любви? Может быть убрать излишнюю критику, как ты говорил, потому что я замечаю, что я довольно много требую от себя постоянно, наверное, из-за того, что я нахожусь в таком тревожном состоянии, что я не знаю, куда дальше и как быть. Я себя, наверное, как-то немного критикую или, может быть, даже ругаю, что недостаточно делаю, или недостаточно много времени уделяю семье, расстреляюсь. В общем, я об этом думал часто, что постоянно недостаточно недостаточно извлечь. Может быть, перестать это делать будет уже тоже неплохо. Оль, готова себя наделить поддержкой и любовью и уважением за все свои дела и поступки, которые ты сейчас в своей жизни творишь. Готова ты себя проявлять уважение к этому? Ну, я готова, только надо пробовать. Мне кажется, как бы ты этого никогда не делала. Дела, но как-то не доступно. Очень хорошо, что мы это сейчас подсветили. Соответственно, ты очень часто внутри себя сама себя критиковала. Ты обесценивала тот опыт и ту работу, которую ты совершала, и тот вклад, который ты делаешь в развитие себя и своей семьи. И получается, что главным получается в твоем случае врагом является твой собственный мозг, который привык обесценивать твои собственные результаты. Я правильно это понимаю? Ну, мне кажется, да. Соответственно, чтобы свою энергию себе вернуть обратно, нужно просто перестать себя ругать, коричь, критиковать. Да. А с этого момента что мы начинаем делать? Как относимся к себе с нынешнего момента? С работой. С работой, с принятием, с уважением. Да. с любовью. Ваши муж любит, он же вам очень много любви проявляет. Ну, вот если он вам столько любви проявляет, то вы должны как минимум столько же проявлять себе сами любви. Такие же слова, поддержки, заботы, такое же пространство. И просто учитесь от мужа любить себя, как он вас любит. И вот у вас модель. Ну и конечно завершение это ментальное тело. Как вы думаете, на уровне ума и ясности, что бы вы могли сделать такого, что бы помогло вам успокоиться и сфокусироваться на том, что важно? Не знаю. Ну, хотите упражнения? Да, конечно. Соответственно, чтобы понять лучше всего свое предназначение, можно проделать такое очень простое упражнение. Вот сейчас после нашего звонка просто берешь ручку и выписываешь сто вещей, сто вещей, которые тебе приносят счастье, вдохновение и удовольствие. Счастье, вдохновение, удовольствие. Да. И вот ты сейчас улыбаешься, да, как легко сказать 300, 400, 500 вещей, которые бесят и ненавидимы, да? Да, да, Тут мы говорим сотню тех вещей, которые мы любим, которые приносят счастье и вдохновение, и ты такая, ох ты, блин, что это такое? Ну, да, сложно. Вот, пусть это тебе подсветит то, что ты должна думать о себе, ты должна разбираться в себе, ты должна знать прекрасно, что тебя радует, вдохновляет и приносит удовольствие. И от этого ты сможешь увидеть, что в жизни тебе приносит больше всего кайф, и как ты можешь реализовать свой наработанный опыт жизненный в новом ключе, но только в том, где лежит твое счастье, вдохновение и удовольствие. Понятно. Да? Хорошая техника. Чувствуешь, что найдешь консультанты? Ну, надеюсь, да, надеюсь, найдешь, найдешь. Спасибо огромное. От души. Ну, поделись тогда напоследок, что для тебя было ценным, что ты для себя вынесла ценное за наш небольшой такой расклад. Ну, я прям много вещей, и даже не только из моей консультации, да, вот вашей, а из других участников тоже. Мне прям был очень полезный предыдущий участник и до этого, потому что много вещей, и то, что нужно, во первую очередь, слышать себя и любить себя, я вот это вот оказывается, вообще, получается, я это не делала. Наоборот, только какие-то предъявляла требования, а на самом деле нужно было по-другому общаться с тобой. Ну, огромное спасибо, это для меня прям открытие, что по той дороге я иду. Ну, если бы я постоянно буду продолжать себя старить, то, наверное, это вообще плохо закончится. Ну, прекрасно, Оля, ты прям лекцию всем сейчас дочитала, и мне кажется, нам очень многим именно этого не хватает. Ясности и понимания, насколько важна любовь к себе, что все ответы вот у нас, все остальные люди это отображение того, что у нас внутри. Если мы внутри в гармонии с собой, мы любим себя, мы поддерживаем себя, мы не позволяем нашему уму обесценивать свой опыт, то и тогда все люди в нашем окружении к нам проявляют уважение, любовь, поддержку и наоборот. Если мы даже внешне ведем себя хорошо, но внутренне мы постоянно себя гнобим и имеем конфликты внутри между своей душой и умом, то мы автоматически будем получать от людей то, что у нас внутри. Если мы себя гнобим, то и люди начинают нас гнобить. Если мы себя не уважим, то и люди начинают не уважать наши дела, наши поступки и нашу работу. Это реально очень интересное зеркало, в котором единственный способ поменять изображение в своей жизни это наконец-то просто сфокусироваться на себе и разобраться в себе. И наполнив себя любовью, наполнив себя достаточной энергией, мы просто вырастаем и жизнь начинает нам это отображать. И чем больше мы в синхронизации с собой, тем более ярко и прекрасно жизнь начинает нам отображать все то величие, которое в нас заложено. Оно заложено в каждой душе. Поняла. Спасибо большое. Вадим, а можно пользоваться случаем уточнить, а где можно может быть в интернете какой-то источник посмотреть вот по поводу болезней, значения, куда двигаться? Вот ты просто зачитал первому участнику такой подробный ответ, и у меня просто есть некоторые проблемы, я бы хотела выяснить может быть в интернете где-то и подскажешь. Я скажу, что это является в прямом смысле источниками из аюрведы. Аюрведа это древняя индийская наука по состоянию здоровья и устройства человека, и как можно находить ответы, это реально писать свое заболевание и писать аюрведа, и там объяснить чину заболевания. источники есть различные и просто можно посидеть и почитать и там где есть внутренний отклик, когда мы читаем и внутренне это трогает, это является ключевым. Поэтому нужно, когда мы читаем информацию, всегда сверять с внутренним ощущением. Есть внутренний отклик, все, это для нас. Поняла. Мы читаем и нет внутреннего отклика, значит не для нас. Все, что связано с нами, у нас всегда происходит внутренняя реакция. И эта реакция бывает отклик, а бывает отторжение. Так что любое из проявлений вот этих вещей является тем, что это информация цена для души. Понятно. Отлично, спасибо огромное. Супер. Спасибо большое. От души, Оль. Ну и может напоследок благодарю тебя. У нас по анкетам тогда уже все. Я может кого-то просто из участников, что есть ли у кого-то, кто хотел бы сейчас небольшой быстрый разбор по своей ситуации получить. Я попрошу просто поднять руку в нашем чате и соответственно с радостью сможем разобрать одного из вас напоследок и будем на сегодня завершать. Ну Вадим как я могу отказать Вадиму? Давай включай камеру и поделись своей историей. Сейчас Вадим я включу тебе аудио. Попробуй сейчас сказать. Работает у тебя микрофон? По-моему да, работает. Слышно хорошо? Да. замечательно Вадим у меня такой вопрос у меня никак не могу найти свое предназначение не знаю чего я хочу настолько заблудился душа постоянно что-то требует но в поиске в таком тоже изучаюсь и гипнотерапию изучаю и много книг и Оша и свое я настоящее какое ну там у нас где-то есть связанная селенная вроде все понимаю но найти себя вообще не могу такое непонимание переживешь ничего дальше делать постоянно такая тревога апатия ко всем утром просыпайся уже ничего не хочется целый день ходишь только клянешь себя самобичевание такое серьезное считаю себя тупым сравниваю со всеми людьми ну такой мозг 7-летнего хлопца хотя уже 50 лет но вот такая трудность у меня микродозил мухомором писал дневник ну как-то все вроде запросы делаешь и вопросы пишу смотрел у вас читал как вести дневник вроде все понимаю но ничего не чувствую понимаете нет у меня ни отклика никакого вот такая сложная ситуация сложнейшая ну Вадим мне очень легко понимать Вадимов замечательно мыслительный процесс очень схож и прекрасно понимаю запросы и сам в своей жизни очень много времени потратил изучая много всего и еще больше времени в конечном итоге инвестировал в то чтобы понять что же из этого работает и как из этого свое счастье получить и поделюсь так как ты у нас последний Вадим я тогда может даже сразу поделюсь тебе определенными инсайтами которые ты можешь в своей жизни внедрить проанализировать и получить результат и первый инсайт никогда не сравнивай себя с ни с кем я это понимаю вот этой мысли тоже пытаюсь от этих мыслей избавиться понимаю что разум нам вдалблю и такое вытворяет но я не могу от них избавиться серьезно я да смотри ты не один кто не может от них избавиться нас с детства этому обучают как управляют рабами за рабов заставляют думать друг о друге но отбивают интерес и уважение к себе рабов заставляют волноваться о всех вокруг но их обучают не думать о своих собственных чувствах и не думать о своих собственных желаниях и потому что они боятся что если они о себе начнут думать что там могут группу наказать соответственно нужно понять что нас специально воспитали так чтобы мы не думали о себе но если мы не думаем о себе у нас все равно будет внутренняя боль и эту боль ничем не скрыть поэтому нужно знать прекрасно что свою жизнь свою душу свой путь нельзя с ни с кем не сравнивать никто не знает Вадим какой путь ты прошел никто не знает кроме твоей души какие твои предыдущие жизни были никто не знает какие сейчас сложности ты проходишь и уже прошел да дело в том что как бы я это понимаю сейчас знаю что программы заложенные нам садика с детства вот эти все рабские программы с авдепи но осознавание не дает ступор как ступор какой-то не знаю как с этим бороться так понимаю скажем так что-то держит такое я и гипнопрактики проходил и докопаться до сути не можем вот у меня как-то с детства вылетало все что можно я в регрессию входили не можем войти я не вижу картинок ну мой простой совет это первое как понять свое предназначение вот упражнение которое я Оле дал оно по сути даже раскрывает тематику предназначения то что чтобы понять чего я хочу и зачем пришла моя жизнь моя душа сюда в эту жизнь нужно понять все моменты когда мы были счастливы вот когда мы реально были счастливы когда мы реально были вдохновлены и когда мы реально получали от жизни удовольствие когда наша душа была счастлива все эти моменты это наша душа показывает нам что это важно ей вот что душе важно она на это реагирует радостью улыбкой у него всегда есть реакция позитивная когда мы делаем то что важно душе тем самым когда мы анализируем нашу жизнь и находим все эти ключевые моменты где мы получали нашу энергию мы можем понять за каким ключевым опытом пришла моя душа сюда потому что когда мы знаем что нашу душу радует то мы можем увидеть куда она нас направляет все тут уже имеют более чем достаточно жизненного опыта чтобы осознать все своей жизни но все что нужно для этого это проанализировать качественно себя и свою жизнь и в первую очередь отметить когда я был счастлив когда у меня было удовольствие когда у меня было в жизни вдохновение когда был этот подъем мы анализируем все эти вещи мы себе выписываем четко все эти события проекты дела вещи которые нас наполняют и из этого складываем наше идеальное видение реальности идеально виденная реальность это та реальность которую бы ты охарактеризовал бы раем чтобы как бы ты жил тут на этой земле чтобы тебе никогда не хотелось никуда уходить что когда тебе говорили слово вот ты умрешь и попадешь в рай ты такой смотришь на них у меня ребята тут все так организованно что я думаю ваш рай не сравнится с моим райом хотела бы чтобы так и было наверное да вот а кто это может создать кто-то делает что понять даже желания свои не могу я да только внутренне все все внутри это прекрасно понятно но где-то подсознание знаете не хочется со мной разговаривать я его вынимаю а там где внутри ничего вот так то живым ваша душа уже вам все сказала по вашему жизненному опыту твой жизненный опыт уже тебе дал все ответы от твоего подсознания сейчас важно просто проанализировать жизнь свою и ясно увидеть от чего ты кайфуешь что реально тебя вдохновляет что твое и вот когда ты себе сам подсветишь ясно что мое ты всегда сможешь отрезать все чужое когда человек и особенно мужик знает чего он хочет он очень быстро и легко фильтрует людей события предложения он очень быстренько всех кто ему не по пути проводит а всех кому нужно подтянет но только если он знает чего он хочет если мужик не знает чего он хочет и он мыслит категориями а чего хотят остальные то мужик потерян и это не мужик а это больше слуга да так и есть да так и есть но видать страхи наверное которые как-то наверное не дают страхи идти дальше менять наверное не дают скорее всего где-то нужно там сидеть если что-то поменять страх это нормально у нас мозг всегда боится чего-то нового у нас пока нейронные связи не создастся мозг использует механизм страха но как только вот вспомни как ты себя чувствуешь когда ты преодолеваешь какой-то страх какое у тебя состояние потом да доволен собой да были времена казалось ничего мне не это самое даже не думал о том что что-то не получится а как-то вперед и шел и шел и шел и там где сам что-то не можешь делать кто-то поможет обязательно страха не было просто знал что надо сделать и делал все а сейчас как-то возраст наверное все-таки дает о себе какие-то дает о себе знать наверное страшно что-то менять да нужно понять что у нас когда мы действуем по не своему направлению то наша душа сама создает сложности если мы следуем своему пути то все получается легко все душа стонет просто стонет да ну вот хорошо хоть чувствуешь что она есть она сборется еще ну а теперь запиши для себя чего она стонет с чем она не согласна и чего она хочет вот именно чего она хочет сделай это упражнение как и Оля и я всех вдохновляю сделайте это упражнение после нашего звонка это где ваша сила это где ваше предназначение вещи которые вас делают счастливыми вдохновленными и приносят удовольствие душе это ваши подсказки это мы выписывать любую мелочь да так понял все что приходит на ум да все что приходит на ум потому что это все и сложит тебе мозаику твоей душе все спасибо Вадим огромно будем стараться хотя 100 пунктов я думаю пока для меня это нереальным кажется просто скажу что садитесь и пишите выделите полтора два часа чтобы не отвлекаться потому что в начале 20-30-40 пунктов быстро придет потом будет небольшой чаще всего какой-то такой затык и тогда начинается самое интересное посидев 3-5 минуты мы начинаем вспоминать детство подростковое время юношество и мы начинаем крупицы прям такие золото бриллиантов доставать то что нам очень нравилось но у нас мозг вообще это уже забыл поэтому это будет самым эффективным проявлением к себе любви и уважения проанализировать свою жизнь и вывести то что реально ценно для души и на этом сфокусироваться вы правы да и все станет на своей поработать спасибо вам огромное благодарю за ваш канал за создание вашего канала помогайте людям когда отмучаюсь поделюсь своим впечатлением на канале в чате я думаю это будет интересно для всех да абсолютно предвкушаю предвкушаю какое будут мучения может быть и приятное наверное а может быть что будете писать и наоборот будете кайфовать от того что будете себе выкладывать ту реальность и понимание что вы как вы хотите жить и что нужно вернуть свою жизнь обратно ну да возможно в данный момент это лучший вариант да да мы работаем в первую очередь что такое сознание это умение фокусировать его под тем ракурсом чтобы мы получали чего мы хотим чего важно душе это наша свобода выбора или мы фокусируем наше сознание на те дела и вещи которые важны для нас и ведут нас туда куда нужно или наше сознание забирает система и направляет его вообще непонятно куда так что ценим себя любим себя фокусируем свое сознание на себе спасибо вам огромное очень благодарен обязательно поделюсь впечатлениями четко четко ну в прошлом времени благодарю ну дорогие мы сами я даже сам не заметил как у нас так хорошо время прошло и в результате я хочу от души вас всех поблагодарить что присоединились можете пожалуйста написать в чате поставить плюсики или огонь для кого сегодняшняя встреча была полезна и кто чувствует что было бы хорошо такие вещи продолжать благодарю вижу огоньки и Мария такой приятный комментарий напечатала благодарю ребята ой очень приятно очень приятно да я только чат открыл чтобы себя порадовать и от вас теперь зарядиться так что очень приятно ой смотрю и Катя тут ну классно да жизнь она такая всегда организуют вовремя для тех кто искренне ищет ответы даже не пришлось озвучивать от души от души ну ребята вы меня реально зарядили меня вдохновляет то что вы написали и раз у нас есть такой отклик то я обязательно продолжу мы продолжим время от времени делать такие встречи и раскладывать различных ситуаций проблемы вопросы и от этого будем спокойно все вместе развиваться соответственно на сегодня я вот сейчас специально один раз по чату пробегусь что если тут какие-то вопросы что может я не заметил так 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 ага а вот я увидел тут Алекс Голд написал Вадим где взять ваши контакты и расписание ретритов мои контакты я тогда размещу под видео которое у нас сейчас мы записали выложу а так мой ник собака тайвашива т-а-е-в-а с-х-и-в-а и я поделюсь так что сможете писать и я вам тогда пришлю подробную информацию а так я всех приглашаю в следующий понедельник у нас будет интересный вебинар в котором я буду многие темы затрагивать связаны с энергией с выгоранием с ресурсом предназначением и в том числе мы будем презентовать один из наших новых проектов так что будет интересно а что я раскрою на презентации пусть это будет приятным сюрпризом могу сказать что если вам сегодня понравилось тогда в понедельник в особенности понравится так что дорогие я хочу вас от души поблагодарить за то что присоединились за то что поделились энергией и просто скажу что когда я выложу это видео поделитесь пожалуйста насколько такие встречи нужны как бы часто вы хотели и насколько для вас это было полезно что я с радостью поделюсь теми мудростями с людьми душами которые ищут свои ответы так что всех крепко обнимаем и желаю вам волшебного и прекрасного вечера недели и жизни всех люблю и до встречи намасте так что пока ребята субтитры и до встречи субтитры